Итак, Ирина перечислила Вы записали шесть способов восприятия, познания и так далее Какой из способов вам больше всего нравится? Когда вы познаете или когда вы принимаете решение? Какие шесть способов? Давайте еще раз повторим Влияние окружающих Допустим, выбор профессии Что на вас влияет? Влияние окружающих Авторитет родителей или кого-то, кого вы очень уважаете Интуиция, откровение Вот Бог мне открыл, или я так чувствую, что мне нужно этим заниматься Опыт какой-то Вот я пробовал то, то у меня в этом получается хорошо Дедуктивное мышление Вот в целом, в общем, вот туда движется наша экономика И скорее всего, так как у нас большая безработица Придется вот заниматься вот этим Лучше я тогда вот возьму вот это направление Или индуктивное мышление от частного к общему Так как у меня уже есть на какие-то вот навыки в этом направлении То я как-то вот скорее всего пойду дальше Как вы принимаете решение? Как вы познаете мир? В разных случаях, мне кажется, ну я бы ответила по-разному Даже один человек в разных случаях по-разному принимает решение? Да, да А в некоторых случаях я более разумно подхожу Вот на опытном таком, опытным путем То есть исследую что-то, вот, а потом говорю свое мнение Вот, а иногда я просто придерживаюсь мнения старших Ну, вере старших, вот И слушаю их, и, как бы, у них больше, как бы, опыта больше А иногда это просто на веру, вот, помолюсь и иду Есть у кого-то свой любимый способ? Вот я только вот молюсь, и вот, что Бог меня откроет ночью во сне Или, когда Библию открываю, и вот только так? Нет Вы замечаете? А кто, у кого какой опыт есть принятие решений? Как вы принимали решения, важные в вашей жизни? Выбор профессии Так В дальнейшем образовании Но я основывалась на свои интересы и на свой опыт Это у меня дело хорошо получается, значит, я пойду учиться в такой вуз При всех случаях ты именно опыт и интерес? Нет, нет, это зависит от конкретной ситуации, от конкретного выбора, который нужно сделать Но больше я полагаюсь, конечно, на молитву и на откровение А одно другому противоречит? Молитва и откровение или опыт? Опыт или молитва? Нет Не всегда Не всегда, ага, значит, бывают случаи, когда противоречат Когда я учился в первом высшем учебном заведении, христианском Я замучил профессоров одним и тем же вопросом У меня много было преподавателей с Запада, с известных семинарий И когда они спрашивали, ну теперь задавайте ваши вопросы Все знали, что сейчас буду я с этим вопросом Как познавать волю Божию? И мне интересно было, я собирал информацию, как они Потому что это вопрос непростой и непраздный был для меня И мне интересно было знать, как разные люди смотрят на это Я понял, что мы все разные Есть много общего, есть много разного И процесс познания разный И теперь давайте не только себя перенесем на других Когда мы преподаем, когда мы учим чему-то Если мы используем один метод Или научный, или практический Или только через откровения Или только через влияние окружающих Что скажут, не слушая откровения, не слушая опыта То мы обкрадываем людей Важно знать обучающихся И знать, какой формы познания наиболее близка ему И строить свои уроки так, чтобы они касались И вот этого, которому вот так вот лучше сказать И вот этой, на которой вот это лучше сказать И вот этому и так далее Учитывайте при построении урока При построении обучения формы познания Формы восприятия Кроме того, что есть у каждого индивидуальные Есть и, так сказать, общие тенденции Которые могут отличаться В зависимости от вообще динаминации Рассказывают интересный такой рассказ Что, представьте себе, Голговский холм На вершине крест И к нему идут три разных тропинки С разных сторон, но все они сходят около креста Одна тропинка – это тропинка Петра Петр был человек авторитетный Человек волевой, руководитель Он шел и делал, и за ним шли все остальные Это в целом представляется тропинка католической церкви Авторитет католической церкви Власть и так далее Если это было уже веками установлено Прошло целые бури То стоит идти все-таки за этим авторитетом И что скажет руководство Так я и буду делать Есть другой способ познания Познание через эмоции, восприятие, чувства, интуицию и так далее Иоанн, ученик Христа Был ученик любви Иоанн И он воспринимал Христа не столько вот так вот жестко авторитетно Сколько он просто любил его Это путь эмоций, интуиции, какой-то мистики Путь людей восточного склада Православной церкви, Византийской церкви Идет по этому пути многие вот так Есть и другой путь Путь апостола Павла Он встретился с Христом Но потом это тяжелейшая ломка в его восприятии была И он эту новую информацию воспринял И дальше он приводит Он пришел сам и приводит других через Логическое, рациональное восприятие Конечно там духовные компоненты тоже были Но главное это то, что он обращается к нашему разуму Это путь всех протестантов Какой из них правильный? Правильный Я бы не стал наставить на том, другом или третьем Разные люди по-разному приходят к Богу Есть люди, которые ходят в воскресный класс школы И пять, и десять лет И в той, или в другой, или в третьей форме их учат, что надо любить ближнего И через пять лет на него доходит Так я должен любить ближнего А как я должен? Я должен Я, может быть, эмоции мои не такие Может быть, он не очень такой хороший человек Но я вот должен Моя любовь проявляется в моих действиях Я буду делать добрые дела моему ближнему И делает И получается И растет человек через голову Мне рассказывала одна женщина Что она пришла к Богу по-другому Она была на улицах нашего города Затем вечером Она была со всеми этими покупками По магазинам ходила И вечером она слышит колокольный звон И после всей этой суеты И всех этих забот и так далее У нее дарила мысль Есть что-то такое Не такое суетное Она пошла по звуку Она увидела церковь На одной из центральных городов Церковь сначала она даже не увидела Она отражалась в стеклах банка Затем она нашла эту церковь Зашла туда, она была одна Она остановилась Она стала размышлять Она почувствовала присутствие Божие Она поняла, что Бог есть И говорит, в один момент я стала любить Бога Стала любить людей И моих соседей, с которыми мы долго ссорились И моих домочадцев в нашей семье Я поверила в один момент И есть люди, которые следуют за авторитетом Раз это есть авторитетная церковь Значит это так Разные пути приводят людей к Богу И говорит, что вот этот правильный Только так И не иначе Не обязательно И не нужно воевать Главное, что все эти пути приходят Сходятся там Интересно было сказано Вот ты раньше говорила, Ирина Что Как там Ансельм говорил? Я верю Понимаю Я верю? Да И тогда понимаю С верой С подходом С верой тогда начинаешь понимать Так говорил Ансельм Это было еще до Фоми До Фоми Аквинского Ансельм был один из таких Известных богословов того времени И А потом Кажется, Канн говорил Я мыслю, значит я существую Для него мысль была важней Мысль была Символом того, что он существует И что что-то вообще реально существует По-разному люди воспринимают Мы очень разные Поэтому и учить И преподавать И учиться Мы можем по-разному Таких стандартных подходов ко всему Не может быть Не должно быть Экспериментируйте Ищите разные пути Кого-то коснется это Кого-то другое И так далее Нам не безразлична Современная церковь И у нас есть Что ей предложить Поддержите наш проект Молитвой и финансами Информацию о чем молиться И как пожертвовать Вы можете найти на сайте 3wtvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok